Чистый, утульный и квитнеющий, про 33 годы об катастрофе на ЧАЭС в Чачевску не нагадывая ничего. За минулый час тут выросло поколение, якое по идее 86-го на властной очи не бачило Николе. Хоть и не бачить, и не значит не ведать. На митингу, каля помненько селенным лёском, представники органов УЛАДы, ликвидаторы и наученцы чачевских школ. У свой час чернобылская катастрофа закранула тут кожную семью. У шматка года к этого часу заковываются фотосдымки, зарубленные до красавика 86-го, не десерьёзные, не десёлые же хоры района. Худка их житё изменится кардинально. Фото настолько ураживают, что у районного музея звернулись до людей с просьбой передать их у экспозицию. У Чачевским историко-этнографичным музеем Чарнобыльской томаты запресвечена особная экспозиция. После катастрофы с карты зникли 43-местовые вёски. Некоторые речи за ксё не можно убачить на этом стенде. А селенная территория скала ломать 25 тысяч гектаров. Это пятая частка территории района. У Чачевский район, представленники областного объединения профсоюзов, приезжают с узнагородными подарунками. Гоноровые грамоты, подяки людям, которые не только отдержали эту территорию, они и саденились к её условному развитию. Подарунки для объектов социальной сферы и сельско-господарных организаций. Спорт, инвентар, велосипеды, холодильник, правильная машина, видеокамера. На передании этот спис узгодняли с районным керавництвом. Набывали только то, что саправды не обходно. Уже стало традиционным посещение профсоюзами нашей области наиболее пострадавших районов от Чернобыльской катастрофы. В этом году это Чечерск, это уже 11-й год подряд. Мы будем посещать социально значимые объекты. Среди них такие, как городской стадион, центр социально обслуживания населения, центральная районная больница, сельхозпатриятие Вязанисенск, где по согласованию с местными властями мы привезем определенные подарки, можно их так назвать, для укрепления материально-технической базы, для помощи населения местного. Зараз на территории Чечерского района реализуется 6-я державная программа по ликвидации наступствов Чернобыльской катастрофы. Головное мытое – створить умовы для дальнейших развития УСИК-сфер. Зараз район, займая у Гомельской области 8 месяцев по взрыванию среднемесячной зарплаты, тут денечивать больше 200 организаций розной формы властности, причем на недержавные предприятия, пропадая практически весь экспорт. До речи Ганглевый район с 12-ю краинами света, вся рода приоритетных накерунков, так само агротуризм, але головная увага – развитие агропромыслового комплекса, за яким завязывается будущее региона. Сегодня на территории района отсутствуют какие-либо крупные предприятия промышленные, поэтому я вижу перспективу развития в развитии сельского производства на Чечерской земле, тем более потенциал есть, стремиться есть, примеры хорошие есть, учиться нам не надо ехать никуда, есть два предприятия, которые работают стабильно, успешно, скажем так, это «Отар» и «Звезда». Поэтому наша задача – подтянуть к этим предприятиям остальные предприятия, чтобы они работали с таким же экономическим эффектом. Олег Сентяров, Евгений Макеенко, телерадио «Гомель» за Чеческом.